А-А-С-С-А-А-К-ФО-Ю-Ю-Ю И сразу заметишь, в энергетике в нем ощущается значительная сила, твердость, будь может даже с лишним, в это же время она звучит у насовка на том, и склоняясь со владельцами к внешнему проявлению силы. Обычно имя отделяет Кирилла умеренным спокойствием и жизнерадостностью, Однако, с возникновением каких-либо проблем, его души начинают порастать напряжением, особенно в подростковом периоде, когда она нередко делает Кирилла чересчур расстрашительным. Да, и в более зрелые годы своей видимой равновешенности можно иногда разглядеть готовность к моментальной ощутенице и постоять за себя. Чаще всего Кирилл любит хорошую компанию, хотя и предпочитает держаться в ней достаточно самостоятельно, и если что не так, он легко может уйти из нее. При этом равновешенность с посторонними людьми в семейном кругом на раз оборачиваются лишь не строгостью и требовательностью, ведь где-то же ему надо выливать накапливающееся недовольство. Впрочем, если ее жена Кирилла будет обладать достаточно твердым характером, то, скорее всего, он уступит ей певенство и начнет искать разрядку либо в работе, либо на стороне. Тем не менее, все это наделяет характер Кирилла такими полезными качествами, как способность к терпеливому труду, самостоятельность, завидная работоспособность у меня держаться в коллективе и многими другими. Безусловно, у Кирилла есть неплохие шансы добиться в карьере или без нанести значительного успеха. Однако, для этого, чтобы испытать полноценное счастье, ему надо обратить внимание на слабые стороны своего характера, в развитии которых так занимал ее роль, играет имя. Характеристика имени Маленькая Кирилла интересует все, и почему пузырьки в газированной воде поднимаются вверх, и почему он родился один. А другие вместе с сестричкой, как только она учится читать, стремится прочесть все, что есть в доме, и благодаря хорошей памяти многое прекрасно запоминает. Рано усваивает правила хорошее поведение учителя, не знает с него хлопоты, часто ставит пример другим детям. Однако, он и корейст, и сверстники его недолюбливают. Кирилл никогда не подскажет соседу по парте, не даст записать контроль, но он чисто любил и все-то стремится быть первым. Коллеги часто считают его корейстом. У Кирилла чаще всего один ребенок, он может завести породистую красивую собаку, но уход за ней ляжет на плечи жены, стремится жить отдельно от тещи, с которой сразу же и часто навсегда устанавливается взаимная неприязнь. Внешне это почти не проявляется. У Кирилла неплохой самоконтроль, он умеет скрывать свои чувства. Он относится к числу людей с повышенной самооценкой, комплексы неполноценностимы почти неведомы. Если же они у него есть, то окружающие потом никогда не догадываются. Любит покрасоваться, постоянно ждет похвалы своему уму, тонкого вкусу, манеру, умение одеваться. Даже выбирая жену, он думает прежде всего о том, какое впечатление она произведет у окружающего. Кирилла большой спорщик, перебить его практически невозможно. Любит порассуждать над увлеченной темой. В виде неприятлива от помощи потом, он не отказывается, но инициатива особо не проявляет. Ревнив, как правило, женение изменяет. В жены Кирилла подойдут имена. Кирилла, Алла Анжела, Елена, Маргарита, Оксана, Рима, Яна. Это имя подходит к козерогу в Аталию. Секреты общения. Обычно Кирилл ценит свою самостоятельность, но нередко люди, соблазнившись его видимой урновешенностью, пытаются активно воздействовать на него. Незаметно он оживает себе врага. Бывает и так, что кто-то невольно становится источником раздражения для Кирилла. Вряд ли дело дойдет до скандала. Тем не менее, человек проницательный сможет заметить растущее напряжение в его душе. В этом случае разрядить обстановку можно переключить разговоры на ту тему, где Кирилл чувствует себя профессионалом. Если вы сумеете разглядеть его достоинства в этой области, то, скорее всего, в месте раздражения между вами появляется взаимное уважение. Константин от латинского – твердый, постоянный энергетикой имени. В этом имени нет перебора с твердостью. Он довольно спокойный. Она довольно спокойная, стойкая, неслабливая, но в нем заметно ощущается недостаток теплоты, что может в детском возрасте стать источником страдания для кости. Еще более подобное влияние может усиливаться такими ассоциациями, как кость-костыль, Вполне возможно, что с самого детства костик будет в него натянуться к чему-либо красивому, но будет пытаться найти тепло в отношениях с товарищами. Однако здесь легко поскользнуться на болезненном самолюбии. Очень хорошо, если он найдет это тепло. Если же нет, то боясь насмешки. Скорее всего, прийдет к тому, что костя начнет скрывать свою истинную душу, замазкает такого группа от задника. Таким образом, среди Константинов можно выделить два головных типа обаятельный и мягкий костик с Константином, ценник и насмешниками. Впрочем, второй тип – это всего лишь общественная маска, за которой, скорее всего, скрывается ранимая душа. Так или иначе, однако костик чаще всего в течение всей своей жизни не остается неравнодушным к тому, как его воспринимают окружающие. Он хорошо умеет играть жизненную роль, а поиск своего достойного места в детском куроку и взрослом возрасте обычно находит продолжение в честолюбивых мечтах о карьере. Иногда бывает очень трудно понять, что у Константина на уме, поэтому многие склонны считать его хитрым, но он скорее все-таки скрытный, а не хитрый. Другое дело, что иной раз внезапно открывшись окружающим окуту, видит истинные планы кости. Порой дело доходит даже от откровенного возмущения, заставляя подостеревать в нем интриганов. По самому же деле Константин просто терпеливо шел к своей цели, никому особенно не желая славы. Характеристика имени Константина Растет боязливым, тревожным ребенком, детский сад, особенно в первые дни проблемы. Новая воспитательница слезы, выйти в темную комнату ни за что. Позже, уже подростковым, Константин умел искрывать свои страхи, выбирая для этого же криво-иронический тон общения. Внешне доброжелательный, ровен почти со всеми, но назвать его своим другом может далеко не каждый. Его истинные друзья, проверенные годами, в товарищеских отношениях, это, как правило, друзья детства. Константин ответственный, добросовестный человек, при этом хитроватый, упрямый, но дело, которым занимаются отдаются души, он деликатен, с подчиненными мягко, скорее вопросом, чем прикажет. Имеет предрасположенность к алкоголю, сильно развитого воображения, может расторжаться по пустякам. Характер Константина сложен и противоречив, это удивительная смесь постоянства с непостоянством. У него тонкое, чучье, но то прекрасное, что в разной степени есть почти в каждом человеке. Ничем не примечательной, казалось бы, девушки, он разглядит невидимое окружающим достоинство и будет с огромным упорством открывать эти достоинства для других. Когда же он достигнет наконец целей, если он в том числе несогласно раненого прокродителя Константина полюбит его избранницу, он почувствует к ней охлаждение, такова его натура, он не может разделять мнение большинства. Он большой любитель изысканного, хотя нередко принимают с него чистые внешние атрибуты, признавая, правда, потом свою ошибку. Это значит, что он может увлечься яркой, эффектной женщиной, сознавая, что ее блеск показной и за ним скрывается душевная и нравственная пустота. Развод Константин переносит тяжело, несмотря на это, бывает в неоднократных браках. Временами угрюм старики любят Константина, а Константин стариков к чаще относятся настороженно, дружим со взрослым сыном. В браке повезет ему с Анной, Венера, Викторией, Евгением, Инной, Любовью, Полиной, Римой, Розой, Софьей, Яной. Это имя подходит к козерогу Тиви, и сам близнецам. Секреты общения. Нередко для того, чтобы вместо Костицы никого увидели симпатичного человека. Достаточно всего-навсего записать с ним откровенный разговор. Если вы говорите искренне, он сможет поверить вам, то вполне возможно, что вы придете на чужного друга, который не придаст вас ни за какие облака земли. А вот случай, когда Константин может долго помнить зло и заметить это за его повседневной маской бывает порой очень трудно. Леонид. От греческого подобный Льву. Энергетика имени. Легкость, оптимизм и основательность достиг Льву. Энергетика имени. Такого равновесия, что сегодня, пожалуй, это одно из наиболее благоприятных для жизни и нам. Обычно это приводит к тому, что с детства Леня растет достаточно жизнерадостным ребенком, довольно общительным и мало склонным к конфликту. Есть, конечно, исключения, однако, в большинстве носителей данного имени обладают какой-то удивительной способностью переводить конфликтную ситуацию в шутку, что делает Леонид о душе компании лишь просто очень приютным человеком. При этом он умудряется не переигрывать свои веселости, и потому это не надавидает ни ему самому, ни окружающему. Безусловное и ему знакомое чувство недовольства кем-либо, он может и вскипеть, но чаще всего плохое настроение выражается лишь в пожатии плечами, но, может быть, еще рукой махнет. О, молодой тебя! Правда, если конфликт все же дойдет до драки, то, скорее всего, он и к этому будет готов. Вместе с тем, в отличие от данных жизнерадостных имен у данного имени кровной ровновешенности заложен достаточной заряд честолюбия и довольно энергичной теловидности, что делает Леонид не только приятно в общении, но и наделяет его хорошими деловыми качествами. Однако для самолизации ему нужна большая цель, без которой он может постепенно разлиниться. Не исключено также некоторое пристрастие к алкоголю, свойственное многим компаническим людям. Такие качества молодости часто обеспечивают Леонид успех среди женщин, что, впрочем, не твали в скружбе мукового. И эти же качества позволяют стать семьей все условия для нормальной жизни. Он достаточно хороший хозяин, воспитание детей умеет проявить заботу и твердость, но порой все может перечеркнуть тяга к спиртному. Наиболее оптимально для Леонид это совмещать тихую семейную жизнь с большими планами, касающимися карьеры или личных занятий. В этом случае он не потеряет смысл жизни и, скорее всего, удачи не оставит его. Характеристика имени Леонидов с детства очень серьезно относится к своему здоровью. Он разборчивый, проитый. Не станет есть не свежая. Маленькая царапина садина основания для того, чтобы перевязать руку пинтол у меня большая температура лечит в постели. И хотя при этом он часто пропускает с нюди в школе, успевая рать, его от этого не страдает. Он достаточно самолюбив и не позволит, чтобы его считали менее достойным, чем тех, с кем он учится. Взрослый Леонид достигает хороших успехов, успехов в избранной специальности. Может работать сварщиком, водителем, автокароном, поджурналистом или государственным деятелем. На любой работе у него становится хорошее отношение с товарищами и начальством. Причина этому сложит гибкий характер. Леониды способны приспосабливаться к людям и обстоятельствам умения голосовать конопликты. А там, где и там уже он способен быть твердым, принципиальным и неуступчивым. Все одним словом зависит от обстоятельств. Молодости, но как на подъем, любят ночные рыбалки у костра нести, но сделается так, что, пони дай бог, не сослудит поясницу или не сходит насморк. В отношении с женщинами Леониды представляют собой тот классический темнощинный путь к сердцу которых лежит через желудок. Конечно, Леонид не лишен высоких чувств, но все это очень реально. Убить или приглушить эти чувства ежедневными макаронами и вареными яйцами. Леонид Брисклиф недостаточно тщательно вам эта тарелка может надолго испортить ему настроение. Жена Леониды должна помнить об этом. Он очень болезненно относится к прилюдным упрекам. И если ей непременно хочется сделать ему выговор, то лучше подождать, когда вокруг никого не будет. Левнив, не прочь провести вечер за бутылкой вина. Внедресвом виде становится особенно левнивым. Удачу в браке скорее всего стоит ожидать. Женщины, которых зовут Алла, Алла, Валентина, Вероника, Людмила, Наталья, Полина. Это имя подходит для кассирогов, батареев, львов, весов. Вескрытые общения. Обычно Леонид так хорошо сходится с людьми, что здесь какие-либо рекомендации просто излишни. Тем не менее, не стоит задевать его самолюбие, особенно в области его профессиональных интересов. Он вряд ли поднимет скандал, но его расположение вы все же потеряете. В случае же открытия конфронтации будьте уверены, он сумеет за себя постоять. Субтитры создавал DimaTorzok